Чтобы поднять свой рейтинг, Порошенко придумал новый ход. Героизация Майдана и свои роли в нем. В канун пятой годовщины госпереворота президент Украины ударился в воспоминания, как якобы сам на руках выносил раненых с площади. Правда, никто этого почему-то не помнит, да и на кадрах, где отражены те события, ничего подобного нет. Евгений Нипот продолжит. Герой Майдана, спаситель невинных душ. Такую роль примерил на себя Петр Порошенко. Петр Порошенко, едва сдерживая слезы, поделился с журналистами воспоминаниями о 19-м годах 2014-го. Было 9 часов, увидел братьев из 14-й сотни самообороны Майдана, остановился, поговорил. Они обратились ко мне за помощью, по ним стреляют. Прошел 150 метров. Возле фонтана была расположена цепь Беркута, которая из помповых ружей стреляла в людей. Видимо, президент Незалежный хотел между строк упомянуть и о своем мужестве. Рядом вроде стрельба, а он даже не дрогнул. Уже через 15 минут было 11 раненых на моих глазах. Через полтора часа трое погибших, которых мы пытались донести до дома офицеров. А вот видео, сделанное в тот день в парке, упомянутым главой государства Петр Алексеевич. Пару минут мнется рядом с лежащим человеком, а затем ретируется. При этом автор ролика утверждает, появился президент-сказочник в полдень. Очевидцы событий и вовсе заявляют, в 9 утра никакой стрельбы в Мариинском парке не было. Петра Порошенко я там не видел. Он говорит, что там он встретил людей, которые получили огнестрельные ранения от Беркута. Погибших людей он там нашел. Во-первых, с утра никакой перестрелки не было. И вообще его практически видно не было. Он очень мало появлялся, очень редко говорил. И это именно тот случай, когда человек, в принципе, вызывал неприязнь. А вот потасовки сторонников и противников Майдана были. Впрочем, и те, и те, к Порошенко действительно испытывали явную неприязнь. Вот так, например, майданные активисты встречали Петра Алексеевича, когда он забрался на бульдозер. Откровенно в штыки фантазии своего президента восприняли и пользователи социальных сетей. В стране не остались и радикалы. Начали публиковать фотографии Порошенко с полицейскими. Мол, работал на два лагеря. Сейчас идет уже предвыборная кампания. И достаточно многие люди за пять лет уже реально забыли, что происходило, как происходило. Кто-то успел уже погибнуть в АТО, кто-то успел выехать. И тех, кто действительно участвовал в этих событиях, достаточно большого количества просто нет в наличии. При этом, учитывая предвыборную кампанию, Порошенко нужно в срочном порядке мобилизовать, в том числе молодежный электорат, у которого Майдан достаточно сильно за последние пять лет героизирован. Героизируя Майдан, пытается возвысить себя. Ведь во время событий пятилетней давности нынешний президент был в глухом медийном тылу. Он исполнял такую полутеневую все-таки роль. Это роль, связанная с финансированием. Это роль, связанная с наложением логистики. Основные лица Майдана, их было тогда три. Это был Олег Тегнебог, который сегодня в политическом небытии. Это был Яценюк, который также растерял после этого за два года весь свой электоральный потенциал. И Кличко. А Петр Порошенко, он в медийном пространстве, в пространстве общественном, он играл второстепенные роли. Судя по всему, такая попытка пиара может сыграть против самого Петра Порошенко. Ведь в предвыборной гонке и слабый публичный ложь может обернуться сильным репутационным ударом. Евгений Непот, Ольга Львухина, Вести.